Глава 19. Полёт. Алиса не смотрела вокруг, она постаралась спрятаться в безопасное место. Она оказалась в низком круглом помещении, из которого в разные стороны вели открытые люки, крутая лестница наверх, оттуда наносился гул, будто там работала какая-то машина. Помещение было пустым и каким-то нежилым, неуютным. То ли из-за тёмного цвета стены потолка, то ли из-за того, что в нём не было ни одного предмета, на котором мог бы остановиться глаз. Алиса увидела, как пришельцы быстро разносят трофеи по соседним помещениям, трое тащили, надрываясь голову птицы рог. Один из них оттянул большой люк в полу, и они свалили голову туда. Потом Алиса увидела, как стоявшие у стены пленники тоже двинулись вперёд и пошли к этому люку. Пришелец толкнул одного за другим, и они покорно свалились вниз. Капитан корабля поднялся по лестнице наверх. Алиса подумала, остаться ли я здесь, неподалёку от входа, или пойти за капитаном. Лучше рискнуть и подняться за капитаном. С капитанского мостика она увидит, куда они летят. Алиса бросилась по лестнице наверх и оказалась в довольно тесном и мрачном капитанском отсеке. Капитан уже сидел в кресле перед пультом, по сторонам два пилота. В отсеке стояли ещё два кресла. В одном сидел солдат, другое, на счастье, оказалось пустым. Алиса тянулась туда, упала в кресло. Видно, солдат, сидевший рядом, услышал шади и подозрительный шум, и с удивлением поглядел в её сторону. Если солдат и заподозрил неладное, он всё равно не успел ничего сказать, потому что шужжание двигателей усилилось, и корабль резко пошёл наверх. Алису вдавило в кресло. Хорошо, что Алиса привыкла летать в космосе и знала, что это такое. Перегрузка длилась недолго. Капитан включил экран. На нём была видна земля с высоты примерно ста километров. Она медленно плыла под кораблём. Алиса тут же поняла, что они направляются к юго-востоку. Вот внизу проплыло Чёрное море, а Каспийское море оказалось куда больше, чем в двадцать первом веке. Алиса его с трудом угадала. Затем под кораблём пошла пустыня. «Каракумы!» — поняла Алиса. Алиса встала позади капитана и старалась не дышать. Под кораблём потянулись горы. Минуты текли медленно. Алиса устала стоять неподвижно. Она отошла назад и нечаянно натолкнулась на солдата, который тоже встал со своего кресла. Алиса о нём совсем забыла. Солдат охнул и что-то воскликнул. Капитан обернулся, обернулись и пилоты. Солдат начал быстро говорить. Алиса метнулась в сторону. Она боялась, что пришельцы начнут обшаривать корабль. Но они, видно, никогда не слышали о шапках-невидимках. И поэтому только расхохотались в ответ на жалобы солдата. Алиса успокоилась, снова взглянула на экран. Горы становились всё выше, вершины их были покрыты снегом. «Куда меня занесло?» — подумала Алиса. И тут догадалась. «Это же Гималайи! Может быть, мы пролетим дальше и опустимся в Древней Индии? Там, по крайней мере, тепло. Ведь если мы опустимся в Гималаях, я попросту умру от холода». «Ну, тяни дальше!» — мысленно уговаривала Алиса капитана. «Не спеши опускаться!» Надеждами её не суждено было сбыться. Капитан отдал приказание, и корабль пошёл на снижение. Алиса еле успела нырнуть в кресло.